Музыка Сейчас перепачкаем холст грязноватым кирпичным цветом Для этого подошла бы английская красная С какой-нибудь коричневой примесью и в разбиле Чуть-чуть разбил к этому делу Чтобы оно не было слишком ядреного цвета И вот такой теплой грязцой Красновато-охристой Избавимся от белого холста тряпкой Для того, чтобы краски был минимальный слой Чтобы верхние слои густых замесов Не сильно перемешивались Перемешивались, но не сильно И тряпка не дает мокрости краски В данный момент Вот вы видите Достаточно сухо натирается Что тоже хорошо Она не будет на первом этапе сильно подмешиваться Вы фотографию видели, которую мы будем писать Мы с фаньей сделали фотосессию специальную В белом платье С солнечными зайчиками С красивым зонтиком И вы можете также поступать Делать умную фотосессию Под будущую живопись Вы, наверное, не раз видели Что современные художники Постоянно пользуются Этой возможностью работы С фотоматериала И правильно его приготовить Этот фотоматериал Это одна из задач художника Фотографы Не очень справляются с задачей этой Поскольку у них другие Другие Цели У них качество фотографий важнее А у нас качество света и тени важнее Здесь у нас в Переславле Очень красивые места Такие Импрессионистические И вы всегда можете приехать И С моей женой Или Или сами Вот Сделать умную фотосессию И потом со мной Или сами Или с другим художником Работать С этого фотоматериала У нас тут и лодочки И красивая зелень Отражение Очень хорошего размера Река Трубиш Которая Ну в общем Чистый импрессионист Единственное Конечно желательно Солнечные дни Выбирать Для фотосессии Ну и платят Купили Так что если что Можете обращаться И за реквизитом Так Хорошо У фотографии Есть середина С которой я Рисунки Начну набрасывать То есть То что у меня Совпадает с серединой Пост у меня В принципе Совпадает с форматом Я начну набрасывать С этой середины Достаточно густой слой Посмотрите С сухой красочкой Достаточно сухой Набираю Основные силуэты Продолжение следует... Нам нужны фактуры В этом первом сеансе Когда мы набираем Для того чтобы потом Воспользоваться ими Во время лисировки Продолжение следует... Продолжение следует... Ага Обратите внимание Что когда белило накладывал Те освещенные места Солнечные зайчики Которые падают на платье Я их брал С охрой светлой И охрой желтой Чтоб они Желтили светом И наоборот С сининкой С сиреневинкой Набирал теневые партии Рыхло Как вы видите Достаточно густым мазком Стараюсь создавать Динамику мазка То есть некие ритмы Как будто стайки рыбок Создают Ритмы Эти мазочки Заштриховываю Видите не плотно Для того чтобы Мочь Эти ритмы Усиливать и усиливать Динамику мазка Мостик на котором Сидит фигурка Вы видите Краска прекрасно двигается Даже от пальца Повторяю я работаю сейчас С малоразжиженной краской Сухо И рыхло Тогда мы можем получить Идею Импрессионистического письма Трепетного Мазка Импрессионизма Неплотно Неплотно Набрасываю Мазочки Штриховательно С идеей Ритмов Как бы идеей Стаек Мазка Мазка Фактурку Нагнетаю Когда вы это будете делать Сухой кистью Ну такой не очень Разжиженной краской То вы невольно будете Набрасывать Эту самую густоту Вещества Чтобы все-таки Крыть Подкладочный слой Нужным цветом Чуть-чуть разбавляем Чуть-чуть Игра Прит cònне Gold Слово Чуть-чуть – Но ложечная Мы osos Убр город Агра Агра Как Клод Мане говорил, срисовывайте пятна. Вот некое срисовывание пятен происходит. Тут у нас и изумрудная зелень, и охра, охра желтая в данном случае, и красные, можно краплак взять. Отражение в воде вот такими ступеньками спускается. А здесь у нас много кувшинок, которые подтарчивают из-под воды. Вы видите, рыхлость мазка такая, как бы еле касаясь холста, лежачей к холсту кистью. И вы видите, уже создается вот это заритмованное мазками пространство. Немножко грязню синий. Хотя подкладка и так грязная, но я еще грязню синий, чтобы уложить... Грязню теплыми цветиками, чтобы уложить вот эту освещенную гладь воды. Аж до зелёности доходит световой эффект на плоскости воды. Зелёность за счёт желтоты, охры, сиреневатость за счёт смешения, допустим, с краплаком. Тем, что остаётся красный этот каркас первобыхный, который мы заложили, натираем тряпкой, мы имеем возможность держать в некотором сгармонизированном состоянии всю картину. Потому что этот красный как бы связующий клей для всей работы. Голубые кусочки воды, которые виднеются сквозь кувшинки, Вы видите, я наношу, как бы по той же траектории, как растёт вода. Ой, как растут эти кувшиночки. И ритм усиливается и усиливается. Птички оживлённо обсуждают уведенное. Для тех, кому не посилим точный рисунок, Вы всегда можете воспользоваться идеей работы по клеточкам. То есть на полиэтилене прозрачном сделать заготовку рисунка, перенеся его с фотографии по клеточкам. Кто не понимает, о чём идёт речь, спросите у гугла, он вам расскажет, что такое работа по клеточкам. Все классики пользовались этим приёмом, и Вы тоже можете. Но советую Вам не сначала рисунок нанести. Ну, в таком простом варианте, может быть, стоит и сначала. Сначала всё-таки набрать картину, а потом, приложив, уточнить силуэт. Пусть даже будет некоторая неточность, и Вам придётся поправлять. Вы как бы ввяжетесь. Вот эти вот даже поправки, они будут оживлять картину, как ни странно. Вот. Ну, и кто педант и аккуратист, может быть, для него этот способ не подходит. Вы видите, личико очень сильно краснит. Потому что солнце делает всё как бы ягодкой на свет, тело наше. Достаточно свой палец поднести на солнце, увидеть его, то Вы поймёте, о чём я говорю. Палец как будто прозрачный, как будто ягодка. Я не пытаюсь подробно вырисовать, а только лишь обозначиваю свет-тень для вырисовки потом по-сухому. Краска очень ещё... То есть нам нужна фактура, а если мы сейчас будем вырисовывать, мы перегрузим фактуры, и лицо будет потом как будто из коры. А вот всё должно быть как кора, кроме лица и рук. Поэтому здесь совершить перебор не следует. перебор с фактурой не следует совершать. Потом по-сухому будет очень удобно уточнить все вещи лисировочными мазочечками. ещё советую для работы в импрессионизме не делать слишком жёстких краёв. Вот смотрите, я сделал очень тонально активное пятно, и тут же его немножечко сбил средней тональностью между светлым и тёмным. Большая кисть для крупных пятен желательнее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В тени сейчас я использую и цирулиум, «Симон» и ультрамарин светлый. И несколько преувеличено цветню, создавая эффект яркого дня. Эти преувеличения — это классика живописи. Тень — сиреневит. Но, правда, это классика, начиная со времён импрессионизма. Более ранние образцы живописи. Тень обычно у них чуть ли не коричневит. Немножко розоватостей в качестве фиолетовых в тень подкладываю. За счёт охры зеленоватостей Все вместе, вы видите, становится очень нарядным. Итак, в белило, когда я кладу самые светлые места, я добавляю охру жёлтую. Можно жёлтые добавлять. И наращиваю фактуру. Именно в первом сеансе, вписываясь фактура в фактуру, краска в краску, даёт очень оживлённые проявления рисунка, которые можно удобно сделать именно в первом сеансе. пока краска вписывается одна в другую. Вы видите, большой кистью работаю. И работаю рыхло-нарочито. Возьмите, большой кистью работаю. И наращиваю. И наращиваю фактуру. И наращиваю фактуру. Продолжение следует... Продолжение следует... Просветы зонта, солнечные, зайчиковые просветы зонта, тоже, видите, берила кладу охрой. Продолжение следует... Вот теневые места. От синьки они зеленят. Поскольку тень синит, а синит тень, потому что рефлексы неба попадают на теневые части в солнечные дни. Красный по мере укладки краски помигивает из-под новых слоев, что тоже дает... Обогащение цвета. Кисть я вытираю тряпкой. Я не полощу кисть в разбавители, как многие из вас поступают. А просто вытираю в тряпку, и так грязь, или как бы неподходящий цвет, который подмешивается во время укладки... Одного цвета против другого, в общем, становится тоже частью цветовой гаммы. И играет на руку всему изображению. Продолжение следует... Не пытаясь выписать руку, только набираю некий силуэт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова А.Егорова Института А.Егорова Субтитрым Здесь, где тень, Тельца снова приобретает вот этот ягодный характер, как будто просвеченный на солнце. Так выгодно звучит тело в солнечный день в теневых. Видите, аж вот такой красный достался теневой тело. Субтитры делал DimaTorzok Немножко штрихую по окружности ноги, для того, чтобы появилась идея круглости ноги. Затем штрихаю по окружности ноги. Удаляю ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, я сейчас с кистью работаю как бы странно. Не отпуская кисти от холста, создаю полосатости. Появляется в том числе продресь красного цвета, первоначальный цвет, который мы заложили. Вообще, наблюдайте этот мазок, он как бы по виду странный очень, но очень эффективный, быстро набирает и в данном случае, и много случаев в письме картин, которые можно вот таким способом решать. В том числе, множество ветвей деревьев, например. Здесь вода закругляется, ножки своим купанием создают этот закругленный мотив. И здесь тоже. Не забываем про большую кисть. Такой рыхлый мазок, несколько стремительный, такой нападающий мазок. Такой рыхлый мазок. А вот синий, например, с бирюзой, ой, с этим самым, изумрудный. Вода, она и зеленит, и синит. Все вместе создают игру цвета. Все меньше остается красных пятен, но, тем не менее, сгармонизированность красным происходит. Это даже на читье, не обязательно даже в высокоразвитом читье, допустим, художника, вы сами увидите фокус, который происходит при том, что мы оставляем все время элементы подкладочного цвета. Как они, эти элементы, помогают поддерживать гармонию цвета. То есть не создается эффект выкрашенного. Он каким-то особым образом этот эффект упраздняет, эффект крашенности. Вот эти вот проблески первичного, однородного, кирпичного цвета. Вы видите, такое, как бы, беглое письмо. Как бы, скорые, как будто бы в спину гонят. Тоже хороший путь к хорошему результату. Рыхлое письмо, рыхлые касания, лежачий к холсту кистью. И опять же, всюду-всюду еще виднеется краснота первичная, которая поддерживает сгармонизированность цвета. Суховатость мазочков рыхлит, но принуждает густотой работать и создает эффект вписанности мазков в мазок и как бы целостности ритма. Целостности их ритма. Ну, как целостно стайка рыбок с водой. В таком смысле. Нету? Нету. Нету. Это мой дольчик. Это дождя. Нет, рубля меня. Будешь качать, но она упадет. Да. Веточки загнутости листов. Веточки вот так отражаются, поэтому мы узнаем в них веточки. Загнутости листов, кувшинок создают эти чернявые пятнышки, которые некий черный каркас картине придают. Как бы рисунчатый каркас. Куменный каркас Сuerодный каркас Субтитры сделал DimaTorzok Нос лодки, можно даже его немножко выдвинуть, чтобы он больше узнавался Прикован цепями к этим держателям Смотрите, какой густоты мазок И сразу видно, что дерево Не то, что я предсказуемо получил этот результат Он отчасти произошел непредсказуемо Я просто знал, что густота краски создаст эффект коры Иногда нам кажется, что мы лизанием в картине добьемся точных звучаний А видите, как абсолютно густой, как-то жутковато густой мазок Какой дал эффект замечательно На этом месте у нас шляпка И чтобы ее положить, я взбрею лишние красочки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Солнечные брики на шляпке Тоже, видите, густая краска Рыхлая краска Субтитры сделал DimaTorzok По окружности ножки Стараюсь укладывать мазочки Чтобы круглилась И вы видите, она уже предприняла округление Субтитры сделал DimaTorzok 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 Переборщенная фактура краски на ножках и на ручках Потом можно будет с ней расправиться Лезвием Чуть-чуть подрав лезвием Но рыхлость, которую создает густой мазок Желательно нарастить После лезвия густой мазок сохранится Но уже не будет топорщиться густотами Чередование холодных и теплых и даже горячих мазочков Здесь Создает красивую игру цвета Субтитры сделал DimaTorzok Светлые партии нуждаются в густой краске больше, чем теневые Поэтому исходим из этого Набирая Основные цветовые и тоновые пятна Еще раз произношу Световые партии Более густы Более плотное вещество краски На световых партиях И тоже даже смотрите Здесь на На подиумчике Создаем идею Рыхлости Хотя они вроде бы полностью освещены Но прибавляем лишних Мазочков Как будто тени падают и сюда Светлые партии Я соответственно беру Нарочито густую краску Лежачая кисть к холсту Вы видите Абсолютно лежит Это создает эффект Мазка а-ля перышко Вы видите Как свет Рвется Из-под теневой Из-под теневой Фигуры Платья Светлого Несмотря на то Что платье Светлое Белое Тень Платье Темнее На чуть-чуть Темнее чем Чем свет На зеленом Как бы Более темном Пятне Вот это Идея света Из-под теневой Это один из Замечательных Спецэффектов Живописи С которым Знакомы даже Некоторые Фотографы Говорю даже Потому что Чаще всего Фотографы Не очень Интересуются Живописностями И Живописными Решениями Художников Что очень Напрасно Вот даже Из-под этого Теневого Пятна Стоит Обозначить Свет Вот смотрите И сразу Пятно здесь Вернее Доска здесь А то Явно там И здесь То же самое Причем Свет Из-под теневой Рвется Из-под Самой Кромки Не Не просто Вот это Пятно Закрашено Светлым А именно Из-под Самой Кромки Как будто Нимб Рвется Пятно Здесь У нас Тоже Теневая И Тоже Из-под Них Из-под Этих Тенистостей Рвется Свет В частности Из-под Теневой Теневой Вот этой Большой Доски А вот То же Самое И здесь Просто Уже Не акцентно Поскольку Акцент Должен быть В центре На главном Объекте Обращайте Обращайте Внимание На характер Укладки Мазка Смотрите Вот я заложил Вещество А потом Толкнул Появилось Появился Это эффект Травы Как бы Такое Вращение Кисти И Прикосновение Чиркательное Рождает Эффекты Иногда Зачерпнув Два Три Цвета Приносим На холст Чтобы Их Смешать Прикосновение 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 Не то чтобы Это финишная Укладка Сейчас Но я просто Поставил Эти два Мазочка Ну Чтобы Была Видна Вот Этот Уход В перспективу Виден Чтобы Был Сейчас Он Забьется Еще Мазочками Воды А уже На них Окончательно Будет Нарисовано Вот здесь Перевязки И я Прежде чем Положить Светлые Веревочные Звучки Сначала Положил Синеватую Сиреневатую Тень Очень Любят Подчеркивание Вот такие Подчеркивание Вот такие Кончики И там Где есть Повод Подчеркнуть Желательно Подчеркивать Не всегда Светлостью Или темностью Иногда Цветностью Когда Предстоит Поправить Рисунок Можно Сбрить Краску Которая Мешает Скажем Уточнению И спокойно Заложить Туда Чистое Вещество Которому Ничего Не Подмешается Один Продолжение этот этап в обучательном смысле вот который я сейчас предпринял не самое главное в нашем уроке поскольку я просто сейчас уточняю силуэт чуть-чуть дополняя светиком вокруг много зелени это зелень не только здесь но и деревья которые отбрасывают тень они же отбрасывают и рефлекс зеленого на окружающие предметы а вы видите что тональной разницы между этими светлыми пятнами почти нет но есть цветовая разница одни цветики холодные другие теплые эти теплые а здешние холодны и это отличает одно от другого то есть часто на разнице в тепло холодности можно создавать контраст и так этот у нас холодный подчеркнут холодным а этот горяченький свет из-под теневой усилю теневая головы естественно здесь потому что свет пробивается здесь живопись это естественно область очевидного поэтому многие вещи просто видны и так кроме тех вещей которые мы знаем что будут красивыми и эксплуатируем в полную силу то есть боятся живописи это боятся очевидности здесь тоже вот холодный будет соседствовать с теплым при их почти одинаковой тональности тональность это степень темности не не цвет а цвет у них разный тональность одинаково цвет разный кружево кружево оттеневая головы кружево кружево что делать хочу купить Опять вот эти зеленые рефлексы, которые отражаются от деревьев, создающих, собственно, все теневые партии. Еще обратите внимание, что я не пишу где-то только в одном месте. Пишу сразу в виде, наращивая общую ситуацию. Очень важно, чтобы картина писалась вся одновременно. Поскольку есть даже такое правило, и в институтах оно эксплуатируется, и среди уже профессиональных художников, что картина должна быть как бы готова на любом этапе своего написания. То есть, если бы у вас сейчас взяли картину, она должна иметь законченный вид, хотя бы как этюд. Как набросок. Поэтому я все время бегаю из одной части картины в другую. Это уже добрая привычка, которую следует и вам усваивать. Правда, не все художники усвоили эту привычку по разным причинам. Поэтому, если вы поступаете иначе и делаете все равно хорошо, то честь вам и хвала, что вы предвидите всю картину. Поэтому можете писать лоскутно. Здесь даем как бы намек на прозрачность платья. Платье могло бы быть и не прозрачным, и не было прозрачным. Но мы играем в некую прозрачность в природе. Вот этот свет настолько пронзает, что тело аж светится из-под платья. Но светится оно не на светах, а именно в теневых. То есть эта рыжесть тела уместно, ее показать уместно в теневых. Продолжение следует... Я вырезал сейчас под руку. И вы видите, как благополучно вырезалось. Аж прямо хоть и не дописывай. Не обязательно в тени сильно густеть. Можно вот такими мягкими мазочками добиться всего. Мягкими малокрасочными слоями добиться. Опять же, кроме того, что мниться сложным, много вещей очевидных. Многие люди имеют природное чувство пропорции. Это выявляют в уроке неоднократно. Поэтому вы еще, если вы еще не пробовали, вы просто даже не знаете, может быть оно у вас есть. Чувство пропорции это пол-дела. Чувство пропорции складывается не только в линейном рисунке, но и проявляет себя в том, какое количество краски, какой замешать. Все это к чувству пропорции. Я сейчас рисую пятно головы. Светлые пятна, темные пятна. Не рисую само лицо. Не пытаюсь его прописать. Опять же, хочу дать краске высохнуть, чтобы потом, не используя густой краски, сделать уточнение. Потому что на этом этапе приходится густить, чтобы уточнить. Я здесь practice? Попробуйте какие-либо лицо. Попробуйте все, чтобы был первой части. Чтоotal все감�FAarnos. Я сейчас говорю ему чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно кистью снять краску Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание, очередной свет из-под теневой Теневая шляпки Свет отсюда, теневая здесь Из-под нее рвется свет на платье Это постоянная игра С пространством и в пространство Сразу создает заслоненность А заслоненность Это эффект пространства Субтитры сделал DimaTorzok Опять подбрасываю эффект прозрачности тела Щели между телом Или на теле Вот скажем здесь щели Все они пусть несколько краснят В том смысле, что не коричневят И не синят Тогда у вас тело будет Цвета ягодки На свет Браслетик Опять же мелкую деталь Отложим на потом Отложим на теневая шляпка Вы видите, рисунок как бы слегка мшится То есть нет таких четких очертаний Все время как бы вот Пиксельно П приспособ gray Раз Pride Если семья и кладки и кладки Я не поспал Треть оптим До событий Р Configuration Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но уже где-то отсюда пошел ритм наступательный туда. И тогда появляется идея композиции на диагонали. Диагонали загоняют внимание зрителя к центру. Диагонали. 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 Смотрите, как кручено здесь, а кручено это в общем-то водяно. Смотрите, как кручено здесь. Смотрите, как кручено здесь. Смотрите, как кручено здесь. Смотрите, как кручено здесь. Ножка здесь отражается. Я, чтобы показать ее отражение, делаю рыжий в воду. И есть ощущение, что все это отражено. Как вы видите, преувеличено красный. Обратная сторона доски. Она же коричневая, и она тоже подвержена красному. Поэтому отражение краснит. Краснит это не значит, что обязательно только чистый красный. Это может быть и красный с изумрудкой, то есть как такой зеленый цвет. Так. 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 Как бы списать вообще. Чтобы она не лезла на передний план. Внимание, вернее с этой рантастинкой не лезло. Продолжение следует... Мутное пусть чередуется с напряженным, контрастным. Это всегда красиво, когда мутное чередуется с контрастным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть подтопленные кувшиночные листья... Есть такой эффект... Замечательный... Зелень в солнечный день несколько оранжевит... И вы видите, я сейчас подкладываю нарочито... Оранжевые проявления освещенности... Потому что свет оранжевый... Подтопленные части... Листьев несколько зеленят... Потому что толща воды... Снабдила их этим цветом... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите... Продолжение следует... 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 То есть должны появиться полосы колебаний плоскости. Будучи освещенной, что-то попадает в тень, что-то на свет и появляются бугорочки. А бугорочки всегда суть, удаляющаяся ступенчатой е. Вот эти просветления я выстраиваю в некоторые полосатости. Вот вы видите, хоть это и некий зигзаг, но в целом он создает эффект полосатого. Продолжение следует... 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 Итак, кроме вот этого ритма, здесь еще есть ритм горизонтальных, уходящих в перспективу полос, создающих ступени ухода. Видите, еще одна полоса выстроилась, они не должны быть броскими, но они должны быть. Здесь отражается что-то, как и прилично в воде быть отражением. Продолжение следует... И отражение перебито. Это сиреневато-зеленоватыми полосами воды, которые чем дальше, тем светлее. Здесь на переднем плане полосы довольно темные, там довольно светлые, поскольку плоскость уходит, и мы ее видим уже не сверху вниз, а сбоку, и отражение света идет более активное. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...